Законопроект И он понравился, его обкатали и теперь вплоть до того, что его выводят теперь как часть в уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. То есть, да, человека, попавшего в тюрьму, он может сразу заключить соглашение со следствием или уже оказавшись под судом, можно заключить соглашение или уже получив срок и отправиться на войну. И на самом деле, добро пожаловать и ЧВК, Вагнер. Люди, которые совершают преступления после помилования, то есть они, в общем, считаются уже совершенно чистыми и можно проделывать это много-много раз еще. Скажите, а сколько сейчас людей находится в СИЗО? Каков человеческий ресурс для поставки, ну, извините меня, пушечного мяса на фронт? Давайте брать не только СИЗО. Значит, по-прежнему берут и из зон, а начали брать из СИЗО еще летом 22-го года. И тогда адвокатские сообщения об этом казались каким-то безумием. Но тогда безумия было полно. Я напомню, что до сих пор не имеет никакого правового основания, собственно, вербовка заключенных в Пригожином, ЧВК, Вагнер. До сих пор никто этим не озаботился. Ну и, собственно, проехали уже, что называется. Взяли, значит, Пригожин взял 50 тысяч человек. С 1 февраля, с 1 февраля 23-го года на его место пришло Министерство обороны. Они сразу засекретили вообще все численные данные. Но, смотрите, если Пригожин летал на вертолете из зоны в зону, им это нравилось, это было представление с большой помпой, и он забирал сразу много, 100 человек, 200, 300, забирал много, но это было по одной зоне. То с 1 февраля 23-го года это такой вот конвейер. По 20, 30, 35 человек забирают раз в месяц фактически из каждой мужской зоны. И мы знаем, что забирают примерно раз в 3 месяца, раз в полгода по 30 человек из женских зон, там тоже находятся желающие. А дальше мы с вами можем только считать и фантазировать. Почему это все осложняется, этот счет? Если ты считаешь по главам, то у тебя получается, что забрали еще плюс дополнительно к Пригожину еще больше 100 тысяч. Но, а как считать вагнеровцев, которые, очищенные после помилования, снова попадают в тюрьму, а их примерно половина уже оказалась в тюрьме, и снова собираются отправляться на фронт или уже отправились на фронт? Это как один человек или как два человека? Как их считать? И это совершенно отдельная статистика. В общем, если в начале войны, на февраль 1922 года, в тюрьмах СИЗО и колониях содержалось порядка 450 тысяч человек, то сейчас их около 200 тысяч человек. Вот считайте, сколько забрали. Ольга, скажите, а вот этот законопроект Клишиса Крашенинникова, он оттягивает всеобщую мобилизацию, если вот власть, Кремль нашли новый ресурс из СИЗО и из той же тюрьмы? Как вы думаете? Оттягивает, но очень ненамного, потому что это такой вот резервуар, бассейн, где, куда вливается труба А, значит, действительно, да, за курицу будут сажать, но труба Б, там просто поток, там стремительный поток, и трубы А не хватает. И, в принципе, в 1924 году заключенные, по идее, должны кончиться. Продолжение следует...